Девушки отдыхают И совершенно неясным завтрашним днем И самое главное Ехать ли сегодня в Египет? Мы почему-то всегда думаем, что ни революции, ни болезни, ни катаклизмы Лично меня не коснутся Вот всех касаются, но лично меня нет Титаник это не тот корабль, на котором поплыву я Нет, иногда это тот самолет, это тот корабль, это та гостиница Иногда это именно та страна И поэтому вот здесь нужно подходить очень серьезно к этому вопросу Я уверен, что наши туристы могут туда спокойно ехать По той информации, которую мы получаем, на курортах все спокойно Стоит ли ехать в государство, в котором может вспыхнуть гражданская война В любой момент, в любом узле А гражданская война это мародеры, это бандиты, это грабежи, это заложники Это аресты для цели выкупа и все, что хотите Ехать, конечно, можно и нужно И даже устраивать экскурсии в Каир, в Александрию И смотреть на то, как люди отстаивают свои гражданские права Это тоже важная часть культурной программы Которую современный Египет может предложить туристам из России Ну, у нас любят экстремальный отдых Почему бы не съездить? Я бы не поехал в мои годы А если вам нравится посмотреть, как люди друг друга стреляют Из крупнокалиберного пулемета, пожалуйста, милости просим Конечно, Египет изможден Он, конечно, ужасно устал, судя по кадрам, которые мы видим И по отзывам, и потому что так или иначе доносятся оттуда буквально крики о помощи Измождено местное население Измождены, собственно, обескровлена туристическая отрасль Туризм это один из основных источников их ВВП и дохода государства Поэтому при любом раскладе, кто бы там в итоге не одержал верх Туризм в Египте будет лелеяться И туристам будет там спокойно и хорошо Непонятно, что там произойдет дальше И пока где отдыхают в Хургаде или других курортных городах Вроде бы более-менее спокойно Но на самом деле осламисты настолько ведут себя агрессивно Что если начнется там, скажем, огонек, то, а он же начался, то будет огромный пожар Российский человек едет куда угодно и зачем угодно И у него иногда не бывает четкой выраженной логической мотивации Едет по мнению человеку Вообще мы нация хиппи, вот мне представляется по тем неразумным решениям, которые мы принимаем Мы нация хиппи, которая ради процесса действует, а не ради цели Кто едет в Египет? Давайте составим портрет человека Обычно это урила, например, которым всю жизнь не хватало красивой жизни, чтобы было все включено И таким способом обыватель хотя бы раз в год пытается почувствовать себя человеком Вот почему-то немцам, австрийцам, голландцам и прочим Как-то вот очень лучше попку целуют А нам как-то вот даже в локоть не стараются, да, зацеловать Поэтому, ну не хочется быть человеком второго сорта А в Египте все равно как-то вот, как-то чужой немножко Ехать туда это просто какое-то преступление против своей, так сказать, родины Ну чушь какая-то Кажется, зачем ввести деньги туда, где нас не любят, грубо говоря, зачем? Вложите ее в собственную землю Вот меня все удивляет, почему люди не хотят покопаться в своем огороде и не считают это отдыхом? Надо любить свою родину, надо быть патриотом Ну я думаю, что поток все равно не ослаблен Дешево, вкусно, сердито Красное море очень красивое, поэтому сейчас полуляжется немножечко и... Увидеть Египет и умереть Пока этот каламбур только шутка Еще раз коротко для тех, кто думает провести свой отпуск среди пирамид Ну ехать однозначно стоит всегда Я в Египте не была никогда Есть люди, которые любят экстрим У нас есть Сочи, у нас есть Крым Революции наш турист не пугается Где только-только разгорается И отдых, и солнце, и все прекрасно К нам немножечко относятся своеобразно В стране пирамид к туристу внимательны Египтяне в этом плане, они люди очень сознательные Египет прекрасная страна Половина жителей Египта с этим не смирится никогда В шею с курорта гнать террориста Готовы в груди встать, защитить туристов И даже устраивать экскурсии И в Египте, и в Турции У нас в студии депутат Государственной Думы Павел Дорохин Куда поехать отдыхать? В Израиль или в Таиланд? Я бы предложил поехать на Камчатку Где я был недавно И как раз предложил губернатору Камчатки О том, что усилить работу в плане простроительства Дорог, гостиниц и так далее Прекрасный край Вулканы, Сопки, Тихий океан Медведи с лососем, икра И вот только сейчас мы поняли, что необходимо развивать страну В том числе внутренний туризм В интересах и наших граждан, и зарубежных туристов Какой у вас лично символ Египта Если исключить пирамиды и сфинкса? Ну, это так называемая Оранжевая исламская революция Последних двух лет Она неправильно называется Арабская весна Не весна, а исламская революция Фактически националистические исламистские силы Пришли к власти Вот это ярый образ Египта Не туристический, а политический С нами был депутат Государственной Думы Павел Дорохин Самые известные люди России Спорят по самым актуальным вопросам До новых тем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok